Анри Матис В 1908-1909 годах Матис пишет церковь женских портретов, объединенных общим типом характеров. Модели, среди которых были как профессиональные натурщицы, так и простые знакомые, отличались уверенностью в себе, прямым, лишенным кокетства взглядом и выразительными чертами лица. Возможно, это было связано с отношениями Матисса с художницей Ольгой Мейерсон, завязавшимися в ту пору. Ее внешность и характер также соответствовали перечисленным качествам. Картина «Испанка с бубном» тоже попадает в эту категорию. Помимо того, что она олицетворяет собирательный образ всех женских качеств, которые всегда оценил художник и предпочитал находить в своих моделях, это еще один портрет с ярким экзотическим колоритом в его коллекции. К моменту его написания Матиссу еще не довелось побывать в Испании. Это произойдет немного позже, в 1910 году. Да и девушка на картине происходит родом не из этой страны. По одним сведениям, она была цыганкой, а по другим – итальянкой. Сходство с национальностью, заявленное в названии полотна, Матисс стремился достичь при помощи характерного костюма, состоящего из пестрой блузы, укороченного жакета с вышивкой и красной юбкой. Традиционная прическа и типираментная поза модели, завершающие акценты выразительного испанского образа. Подчеркивают его и жгучий оттенок черного, и резкие цветовые контрасты. Из-за отчетливого темного контура на картинах того периода, они часто казались публике странными и даже агрессивными. К примеру, девушка с черной кошкой, портрет дочери Матисса, просто наводила ужас на гостей коллекционера Сары Стайн, которая приобрела полотно. А девушка с зелеными глазами вызывала негодование публики на выставке в Париже в 1910 году и в Лондоне в конце того же года. Девушка с тюльпанами, хоть и сидит скромно сложив руки на коленях, казалась безумной посетителем дома Щукина в Москве. Тем не менее, русский коллекционер выкупил испанку с бубном, как только та поступила в Парижскую галерею Бёрдхаймжон. Перед отправлением в Москву испанка побывала на весеннем салоне независимых 1909 года, а по прибытии в Россию стала частью ансамбля знаменитой розовой гостиной Щукина. Девушка с тюльпанами Девушка с тюльпанами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова